Это время новостей. Здравствуйте. И прямо сейчас о главных событиях к этому часу. Смертельное ДТП на трассе Симферополь-Белогорск унесло жизни трех человек. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике, в воскресенье около шести часов утра в районе поворота на село цветочное. Автомобиль Ford выехал на встречную полосу, после чего врезался в дерево обочины. В результате три пассажира, среди которых был один несовершеннолетний, погибли. Еще двое водителей машины получили травмы различной степени тяжести. Итальянская делегация завершила свой визит на полуостров. Гости побывали в Севастополе, Массандре и Ялте. Посетили ряд экскурсий, увидели главные достопримечательности. Ну и, конечно, пообщались с местными жителями. По словам участников делегации, в их родной стране практически ничего не знают о том, что происходит в Крыму. Какие выводы сделали гости и что они думают о санкциях, расскажет Анастасия Соленик. Посетив город-герой Севастополь, делегация отправилась на южный берег Крыма. Участники побывали на заводе Массандра, немного узнали об истории предприятия и осмотрели винные хранилища. Подняв бокал за здоровье президента России Владимира Путина, гости направились в Ялту. Экскурсию по набережной им лично провел глава администрации города. Главное, за чем приехали итальянцы, пообщаться с крымчанами. К удивлению, гостей беседы преимущественно были посвящены международной панораме. Я буквально неделю назад вернулся с Турцией. В Турции я был, ну, народ то есть такой, но там изверги стали в аэропортах. Вы понимаете, отношения, кто приехал с Россией, уже как звери смотрят. Неужели? Я 10 лет пробыл в Германии. Понимаете, мои друзья все там были, говорят, что у вас делают. Они ничего не знают. Я все это говорю. Я журналист, знаю, как работают. Я знаю, как работают такие вещи. Некоторые гости были удивлены тем, что на полуострове царит мир и покой. По словам журналисты общественного деятеля Джульетта Кьеза, такие визиты очень важны, поскольку большинство людей в Италии не знают о том, чем живут крымчане и что им пришлось пережить ради того, чтобы быть в составе Российской Федерации. Многие думали, что тоже в Крым была война, что было очень серьезное столкновение. Они не знали о бойкоте, с украинской стороны, в области воды, снабжения воды, электроэнергии. Все вещи, которые для вас, это очевидные вещи. Участники делегации твердо заявляют, они против санкций. Сотрудничество – вот что пойдет на пользу обеим странам. Именно об этом они будут рассказывать, когда вернутся домой. Анастасия Соленик, Время новостей, Большая Ялта. Международный день семьи, который отмечают 15 мая, стал настоящим праздником для маленьких жителей села Муромское Белогорского района. Здесь открылась долгожданная детская площадка, совмещенная с тренажерным комплексом под открытым небом. Побывал на детском празднике наш корреспондент Алексей Щербак. Красную ленточку на открытии площадки перерезали ее маленькие хозяева. А помог юным муромчанам заместитель председателя Госсовета Республики Андрей Козенко, специально приехавший на праздник. Помогаем. Иди сюда, куколка. Иди сюда. Вот, подтягиваем. Завтра выйдет такой. Все, есть! Есть такая буква. Ура! Молодцы! Держи миша. Ну что, заходимся? Установка детских площадок – программа республиканского уровня. Конечно же, оказала помощь и руководство Белогорского района. Но основную работу провели сами жители Муромского. Хочу выразить огромную благодарность и сказать огромное спасибо всем тем, кто принимал участие в установке этой площадки. Принимали участие и жители, и родители детей, и братья-казаки. Спасибо вам всем огромное! Площадка необычная. На ее территории разместился еще и тренажерный комплекс. Здесь можно и покачать мускулатуру, и побороться на руках. Занятие по душе найдется и детям, и взрослым. Действительно, знаете, стою здесь, слышу детские голоса, восторженные крики. Это очень здорово! Спасибо, действительно, тем, кто работал, чтобы здесь открыть детскую площадку. Это очень здорово, когда наши молодые ребята могут так провести время. А здесь и взрослые могут отдохнуть, пока детишки резвятся. Родители маленьких муромчан успели оценить подарок. Это очень хорошо, что у нас есть площадка, что у нас замечательное руководство. То, что сделали нам такую площадку, детям можно отдыхать, гулять, радоваться, веселиться. Можно прийти отдохнуть и тому подобное. В принципе, это хорошо. Спасибо большое. И всего нам хорошего. Троим жителям Муромского Андрей Козенко в этот день вручил благодарственные письма крымского парламента. А потом с удовольствием посмотрел концерт в исполнении маленьких сельских артистов. По мнению вице-спикера, именно с таких, казалось бы, мелочей и начинается возрождение крымского села. Знаете, это действительно очень ценится сегодня, когда люди там, где родились, растут, могут состояться как настоящие профессионалы своего дела, провести здесь всю жизнь. Поэтому сегодня нам нужно, безусловно, этому содействовать. И то, что сельский совет уделил такое особое внимание на детское воспитание, это очень правильно, потому что с этого все начинается. А новые детские площадки в крымских селах будут появляться постоянно и не только по праздникам, заверил вице-спикер. Алексей Щербак, Александр Чукалов. Время новостей. Белогорский район. На днях во всем мире отметили День справедливой торговли. Товарами справедливой торговли могут быть любые продукты, произведенные без рабского и детского труда. А как обстоят дела у крымских торговцев? Справились ли они с условиями санкции? Адаптировались ли к российским законам? Крымские предприниматели успешно интегрируются в российское экономическое поле. Работают комиссии по распределению торговых мест. Согласно российскому законодательству, все желающие могут подать заявление и получить место для распространения своей продукции. Главная проблема – цены на полуострове намного выше, чем на материке. Так, на крымскую продукцию влияют санкции, введенные Западом. Тем не менее, местные бизнесмены не отчаиваются. Чем больше ограничений, тем активнее развивается крымская промышленность. Сфера торговли – это сфера услуг. Соответственно, качество поднималось. Ну а если мы будем на уровне, то есть есть определенный промежуток времени, за который это можно сделать, то в таком случае нам бояться, как местному бизнесу, будет нечего. И хотя санкции тормозят инвестиционные процессы в крымскую промышленность, именно они дают возможность местному бизнесу подготовиться к заходу серьезных федеральных структур. В связи с санкциями мы их точно не боимся. Они влияют, как можно сказать, инструментом защиты местного бизнеса и дают толчок для развития и производства, и торговли, да и на самом деле всем сферам бизнеса. Зато настоящей проблемой для крымских предпринимателей оказались ярмарки. Под них отдают лучшие места. Бизнесмены полуострова жалуются. Торговцы из материковой части России имеют доход круглый год. Крым же живет на деньги, заработанные во время сезона. Стационары или организованные площадки, они, конечно, ждут сезона. И когда прибывают не только работники, но и предприниматели с материка, конечно, заработок в разы уменьшается. А люди ждут именно сезона. Причем под эти ярмарки отдаются лучшие места. Чтобы решить эту проблему, местные предприниматели меняют поставщиков услуг и товаров, активно сотрудничают с новыми фирмами. Тем не менее, для решения этого вопроса принимаемых мер пока недостаточно. Крымские предприниматели надеются, что ситуация изменится, и их интересы все-таки поставят в приоритет. Анастасия Соленик, Александр Акарнович, Роман Ананев, Игорь Романенко. Время новостей. Крым готов к курортному сезону. На полуострове заканчивается подготовка не только в санаторно-оздравительных комплексах, но и на пляжах, улицах и в парках. В этом году ожидают большой наплыв туристов. Во многих здравницах места забронированы уже даже на сентябрь 2016-го. Подробности далее. Достойно встретить туристов в Крыму готовы. На набережных полуострова заканчивают последние приготовления. Кстати, к этому сезону была разработана целая программа «Как должен выглядеть муниципальный пляж». Провели ряд конкурсов, определили победители тендера. Большая программа благоустройства зон отдыха стартовала. Подготовка велась очень активно. Мы входим в ту фазу, когда начинается наивысшая, скажем так, активность. Поэтому мы традиционно готовим курортную зону, традиционно наводим порядок на наших набережных. В этом году ожидается большой поток туристов. В некоторых здравницах уже раскупили путевки на весь курортный сезон. Я прогнозирую, что в этом году отдыхающих будет больше, в связи с тем, что, допустим, фактически конец марта, начало апреля уже летний сезон весь продан. На полуостров уже сейчас приезжают отдохнуть гости из самых отдалённых регионов России. Кому-то нравится весенняя погода на полуострове, а некоторые хотят увидеть своими глазами, как развивается Крым в составе России. Мы приехали очень сдалека, с Дальнего Востока, в город Хабаровск. Решили без детей проверить, как здесь климат в это время. Не летом, а вот именно весной. Я приехала к Самурской области, город Тында. Это столица Бама. Писала мне моя родственница. Я решила проверить, в самом деле так всё хорошо. Оказалось, всё хорошо. Особый упор делают на обновление оздоровительных объектов. Крым славится не только как курорт, но и как здравница. Ряд лечебных санаториев активно обновляет процедурные кабинеты. Крымские медики говорят, уровень оздоровительной медицины позволяет вылечить серьёзные заболевания. Такие как бесплодие, нарушение опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистые заболевания. Кости полуострова обращаются с проблемами опорно-двигательного аппарата. Значит, это артрозы, артриты, заболевания позвоночника, неврологические проявления его. Ну и очень важная проблема, то, которую я затронул, это лечение бесплодия. Чтобы квалификация крымских врачей соответствовала стандартам Российской Федерации, обновляют и нормативную базу. Мы готовимся получать российскую лицензию, да, здесь тоже большая работа, плюс переподготовка персонала по российским стандартам. Готовится и развлекательная часть летнего отдыха. Современный курорт включает в себя не только отдых у моря, но и культурную составляющую. Виталий Голубев, Александр Корнович, Время новостей, Евпатория. И на этом все. Увидимся в следующем выпуске. Не переключайтесь. Узнавайте новости первыми вместе с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok